Не хотят, чтобы историю переписывали, общественная палата города Владимира провела круглый стол посвященный недопустимости искажения фактов о Великой Отечественной войне. Собрались ветераны, общественники, историки, юно-армейцы. Поводом стала статья немецкого публициста, в которой принижается значение знаменитого танкового сражения под Прохоровкой, одного из крупнейших военной истории. В том числе автор статьи призывает к сносу памятника погибшим под Прохоровкой воинам. Подобные вызовы нередкость в современном мире константируют общественники. В настоящее время очень много в разных странах, к сожалению, есть еще других позиций, которые пересматривают, переписывают и говорят, что в принципе и Великая Отечественная война выиграна не Советским Союзом, а другими странами, и что не столько людей участвовало, не столько погибли. В некоторых странах сносят памятники советским воинам, стараются стереть воспоминания о героической борьбе с фашизмом. Допускать такого нельзя, уверены общественники и ветераны. Николай Челконогов сам прошел войну. Он говорит, что ветеранам больно слышать, когда историю пытаются переписать. Значит, это очистяющее вранье. Я скажу, что вот это вранье, оно не случайно появилось, потому что у нас в стране появилось очень много фальсификаций. Более 700 мифов родилось. Это ужас. Оболванили, оболгали все, что только касалось Великой Отечественной войны. Сами ветераны стараются как можно больше рассказать молодому поколению о том, что они пережили. Однако участвовать в общественной жизни многим уже тяжело из-за возраста. Поэтому молодежи советуют не верить слухам и громким фразам, а самим интересоваться историей, находить реальные факты, документы, хронику. Приходить в гости к ветеранам пока есть такая возможность. Юнормейцы города также не остались в стороне. Они вышли на улицы Владимира, поговорили с жителями и выяснили, что к фактам переписывания истории люди относятся отрицательно. Сейчас мы уже видим плакат, где написали жители города Владимира. Также есть подписи около 200 владимирцев неравнодушных к изменению нашей истории. Необходимо знать больше об этом, чтобы нашу историю не искажали и дальше она передавалась как из первых уст. Находить достоверные источники все сложнее, особенно молодому поколению. Общественники уверены, передавать историческую правду детям нужно не только на уроках истории, но и в семьях, на патриотических мероприятиях. Их, к слову, в городе проводят немало. Так, например, в канун Дня Победы на улице Совхозной у Владимира на праздник приходят ветераны-дети войны. Дома на Совхозной строили фронтовики, теперь там живут их семьи. И каждый дом – это живая история. Пришлось и второе название «Улица Победителей». К 75-летию Великой Победы общественники предлагают сделать это название официально. Волнует их высказывание первого лица области. Речь о фразе «фашисты» так не поступали. Ее произнес губернатор Владимир Сипягин, когда комментировал изменение ставок арендной платы для федеральных областных учреждений, расположенных на муниципальных площадях. Сергей Полуэктов возглавляет региональное отделение Союза пенсионеров России. Там фразу губернатора обсуждали и решили. Обратиться к губернатору не будет с него. Владимир Владимирович, вы молодой, мы вам простим, но вы, значит, извинитесь, мы, Владимир, вас просим. В конце встречи общественники отметили, что нужно проводить еще больше патриотических мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной, и не допускать высказываний, которые могут оскорбить чувства других людей. Особенно в канун 75-летия Победы. Влада Миткова, Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал.